Добрый вечер, у нас вот сегодня вторая уже видео встреча. Хасай Алиев, поделись, пожалуйста, что у вас такая вот новая картина красивая, прям мой любимый свет. Ты долго на нее не смотри, потому что кто на нее смотрит больше 30 секунд, он потом от нее отлепить глаза не может. Не, ей-богу, ей-богу, это проверено, не смотри больше 30 секунд, отвлекайся от нее, а то ты от нее не оторвешься, давай. Добро, вот из первых вопросов, у меня сегодня будут два вопроса. Первый вопрос, почему люди тянутся к большой энергии, а не к малой? Чем отличие большая энергия от малой? Большая энергия, ты имеешь в виду, когда человек позитивный, такой, радостный, да? Да, как люди чувствуют, что у этого человека большая энергия, а вот тут разница. Ну, потому что когда у человека вялость какая-то, депрессия какая-то, он у другого человека энергию забирает. Потому что у того возникает момент, что переживает. Вот, допустим, ты или я, мы находимся в хорошем настроении, да? Ну, допустим. Да. И вдруг мы встречаем человека, у которого поникшее лицо такое, он напряженный, он переживает. И мы начинаем, все чувствуя ему, все переживая инстинктивно, тоже становиться такими. Потому что он забирает, как бы, условно говоря, забирает нашу энергию. Вампири. Ну, получается так, да. Но не во-первых, в прямом смысле слова, как раньше думали. А иметь в виду, за счет сопереживания нашего. Мы начинаем сопереживать и входим в этот образ, в это ощущение. И тоже становимся такими. Поэтому мы не любим негатива. Другими словами? Чтобы все были, как солнце, понимаете. Это как два кувшина, да? У тебя много, а мало, и мы на уровне становимся, да? Конечно, конечно, конечно. А вот есть люди, такие эмпатичные, я называю, эмпатия, чувство эмпатии. Которые вот, это люди, которые легко в транс входят. Если их что-то беспокоит, они так легко входят в это ощущение. Они вплоть до того, что биополе как будто бы, как будто ауру видят. У них подключаются и органные чувства, и цвет они чувствуют, и звук они чувствуют, и пощелкивание какие-то, электрические разряды. Это у них в голове происходит. Таких-то разрядов у человека не идет. А другого человека никакой ауры не идет. Это этот так его воспринимает. Он такой сенситивный, что когда он смотрит на что-то, прямо у него все окрашивается так, понимаешь? А у другого на того же человека смотрят, ничего не окрашивается, понимаешь? Это зависит от кого, как может, как будет. А благодаря ключе можно повысить потоковое состояние энергии? Да, конечно. Благодаря ключу человек может отойти немножко от суетных реагирований, от обычных хаотичных реагирований. И настроиться как приемник. Как приемник настроиться, войти в такой легкий транс. И чувствовать то, что в обычном состоянии он как бы под порогом, вот только у него ощущение. А тут он может войти... Ну, все вот эти массажисты у нас, которые раньше в центре у меня проходили обучение ключу, они что делали? Перед массажем они раз-раз-раз-раз так мелко-мелко поморгают глазками, ручки разведут по левитационным упражнениям, а потом делают массаж, руки запускают, руки сами массируют, потому что на автомате чувствуется, что надо делать, что не надо делать, понимаешь? Да. Не вмешивается лишь правильно, неправильно, инстинктивно, на другом уровне человек лучше работает. Потому что он запустился, но в этом направлении, сознательно. То есть сознательно дал задачу, а уже без сознания помогает весь материал, который там эволюционный, миллионами лет накопленный, включается и помогает ему этот массаж делать, или художнику помогает рисовать, или пианисту играть. Ты знаешь, сколько у меня человек, который учился играть хорошо на пианино, когда они перед тем, как учиться, садиться за урок, там делали раскрепощающие действия, потом садились в них пальцы сами играли. Ну, это очень интересная вещь, потому что у человека много есть. Так, это я другими словами объясню. Если поставить стопку в миллион и 100 тысяч рублей, куда руки потянутся к миллиону, да? Там, где большая энергия, да? Ну, да, ну, метафорами, если так говорить, понятно. Вот видишь, ты вот на деньги заточен, у тебя все время, ну, я в шутку говорю. Да, но на предназначение. Кто на что заточен, тот и получает. Кто на что заточен. Так, второй вопрос, да? А как человеку именно понять то, что у него начинают блоки работы? Вообще в разном направлении. Блоки работают, да? Да, блоки, зажимы. Как ему это понять? Ты знаешь, что вот это удивительная вещь, что человек, который зажатый, вот в рабском состоянии, да? В рабском состоянии. Пока он свободу не испытает, он не понимает, что он раб. Вот это удивительное дело. Пока человек в стрессе находится, он не может понять, что он в стрессе находится. Для этого у него должен быть какой-то эталон сравнения. И поэтому мы, когда методу ключа обучаем, мы обучаем сначала с разгрузки, чтобы он освободился от всех напряжений, вышел на состояние такой легкости, свободы и запомнил это состояние. И поэтому у него потом вот это светлое пятно в памяти. И когда у него начинается какой-то стресс, там, у него всегда есть сравнение. Он говорит, что я в стрессе. То есть у него самосознание появляется. Ну, мы об этом там в школе говорим. И, пожалуйста, участники школы, кто придет к нам сейчас на меню онлайн на особой курсе в субботу, больше, больше выходят в эфир, потому что школа предусмотрит обратную связь. Вот так выходит любой человек в эфир и задает любой вопрос. И тут же получают ответы и получают, если нужна помощь, получают, пожалуйста. Чем больше активности будет в школе вот сейчас на онлайн-курсе, тем больше будет грани метода открыт. И самая большая благодарность, это как вы можете отблагодарить Хасай Алиева, то, что поделитесь с людьми. Это самая большая благодарность. Расскажите о моем методе, о своем друзьям. Чате. А я тебе одну вещь скажу. Ты понимаешь, в чем дело? Человек так устроен, обычно, обычно так устроен, он же сам и своими делами, своими эмоциями загружен, да? И он думает, ну кто-то другой сделает. Ну людей же много, кто-то сделает. Ну ты так вот скажи убедительно. Прошу вас немедленно поделись. Прошу вас немедленно. Давайте подтипковку будем. Я жучу, я жучу, да. Я жучу. Ну да, но все думают, другое сделают, да. И поэтому дело, как обычно, стоит на месте. Да. Ну не у нас, у нас это двигается. Я имею в виду, в жизни так бывает, да. Да. Что все думают, кто-то сделает, да. Вот, вот такие вот. У меня были такие сегодня вопросы. Неожиданные, да, неожиданные. А ты что, не смотри туда, потому что это картина магическая. Ты понимаешь? Не надо, я смотрю, ты все время туда будешь. Не надо. Это кажется. Все, до встречи. Все, до встречи. Да.